Глава региона осмотрел, как идет техническое перевооружение трубопрессового цеха номер 2 предприятия. В 2021 году здесь реализовывали первый этап инвест-проекта общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Полностью модернизирован участок приемки и подготовки заготовок к горячему прессованию. Новые возможности производства позволяют значительно повысить качество, что особенно важно в связи с увеличением выпуска продукции из легитированной стали. До конца года предстоит организовать новую линию отделки нержавеющих труб. Несмотря на происходящие политические события, коллектив завода не отказывается от планов. Продолжается реализация крупного проекта «Нержавеющая река» по модернизации электростали плавильного цеха. Площадка станет одной из составляющих центра компетенции по нержавеющим и специальным сталям, которые формируются в регионе и станет мощной точкой роста. В ходе сегодняшней нашей дальнейшей встречи мы будем обсуждать, работать над тем, чтобы те ограничения, которые введены, незаконные ограничения, которые введены в отношении Российской Федерации, секторов экономики Российской Федерации, были нивелированы. Это пошло на пользу, и мы создали современное производство, увеличили объем производства, качество продукции выпускаемых. Ну и совершенно по-другому посмотрели, еще раз скажу, на свою экономику. Надо понимать, что Российская Федерация должна максимально все производить у себя. У нас на это есть все возможности и ресурсы. Вторая очередь благоустройства прогулочной зоны включает территорию от Малого проспекта Ленина до Первой продольной магистрали. Работы здесь начались еще в декабре прошлого года. Зимой специалисты отфрезеровали старое асфальтовое покрытие и демонтировали бордюрный камень. Сейчас подрядчики формируют щебеночное основание. Следующий этап – укладка самой плитки. Для фиксации стыки заполнят песком мелкой фракции. Затем поверхность обработают при помощи вибротрамбовки. Такая технология уже успела себя зарекомендовать. Общая площадь нового покрытия составит 3000 квадратных метров. Также на общественной территории установят поливочный водопровод и линию наружного освещения. Дополнение к уже существующим растениям здесь высадят более 700 кустарников и около 80 деревьев. После реконструкции вдоль прогулочной зоны установят парковую мебель. Напомним, в прошлом году городские власти по запросам жителей привели в порядок первую очередь бульвара по улице имени Титова от Тарощанцев до Малого проспекта Ленина. Больше всего понравился балкон. О собственном балконе 9-летняя Полина Ромашкина раньше могла только мечтать. Молодая семья жила в квартире коммунального типа. Дом номер 18 по улице Электростальской в Красноармейском районе признали аварийным. В последние годы в помещении осыпалась штукатурка, старые деревянные перекрытия не позволяли делать ремонт. В 2021 году Ромашкины узнали – получат новую, свою квартиру. Сегодня семье вручили долгожданные ключи от нее. А переселяетесь? Пока нет, в процессе. Когда люди могут заезжать? Сегодня мы оформили документы, передали правоустановливающие документы. Заезжать прям в путь с сегодняшнего дня. По качеству нравится? Да, все хорошо. Будет нормально? Да, все будет хорошо. Слава Богу. Квартиру новоселы получили в современном жилом комплексе «Колизей» в Кировском районе Волгограда. Помещение полностью готово к заселению. Выполнена чистовая отделка, установлена необходимая сантехника, есть плита. Квартира однокомнатная, изолированная. Метраж комнаты составляет 13 квадратных метров. Для нашей семьи, конечно, это очень значимое событие. Спасибо администрации, что услышали. В Волгограде жители аварийных домов переезжают в новые квартиры в рамках региональной программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация программы на территории областного центра стартовала в конце 2019 года. За это время были расселены волгоградцы, проживающие на 46 тысячах квадратных метров аварийного жилья. В общей сложности жителям областной столицы передали ключи от более чем тысячи квартир. По задачам на 2022 год, на текущий, Волгоград должен расселить не менее 15 тысяч квадратных метров, где проживает порядка тысячи человек. Соответственно, у нас никаких сомнений в том, что мы этот показатель достигнем, нет. На сегодняшний день муниципалитет заключил контракты на приобретение еще более 500 квартир. Работу в этом направлении продолжит. До сентября 2025 года в областном центре планируют расселить 253 аварийных дома. В них проживают почти 10 тысяч волгоградцев. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. В пункте временного размещения находятся 109 беженцев. Все они получают трехразовое питание, обеспеченное медицинской помощью, сотовой связью. С эвакуированными жителями уже пообщались клинические психологи из Волгоградской медакадемии. В работе по размещению беженцев на территории Волгоградской области задействовано сотрудники, миграционной службы, комитетов социальной защиты населения, пенсионного фонда, а также многих других профильных структур. Размещены достойно. Администрация поработала очень хорошо, дружно, вместе с волонтерами, общественными организациями, представителями правоохранительных органов, МЧС, МВД. Среди тех, кто временно находится в Волгограде, в пунктах временного размещения «Царицынская» много детей. Кто-то из них уже ходит в детский сад, кто-то посещает школу. Ребята всегда находятся под присмотром специалистов. Домашние задания дети выполняют в классах, предоставленных школами. Самый маленький находится под присмотром волонтеров в детской комнате. «Все есть. Спасибо вам за то, что поселили. Все кушаем, питание замечательно. Очень хочется, конечно, домой. И очень надеемся, что хоть кто-то там ждет. Такая ситуация вообще». «Связь есть у вас? Телефон на там?» «Есть». «Разговариваете?» «Да». Жители ДНР и ЛНР покинули свою родину из-за обстрелов. Говорят, ехали в неизвестность. Но в городе герои их встретили как родных и разместили в комфортабельных номерах в пунктах временного размещения. Многие волгоградцы собирают вещи и питание для детей, одежду и предметы первой необходимости. Кто-то предлагает свое жилье в качестве временной крыши над головой. Волгоград готов принять и обеспечить необходимыми условиями новые партии беженцев. Сегодня ночью и завтра днем небольшие осадки. Дождь со снегом. Днем без существенных осадков. Временами туман, ветер восточный. Ночью 4-9 метров в секунду. Днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 4, плюс 6. Субтитры предоставил DimaTorzok